Итак, программа подробностей. Олег Евгеньевич Адриешкин, уже обещанный нами, как говорится, у нас в студии. Олег Евгеньевич, с праздником вас, с праздником вашего ведомства, с праздником ваших людей. И, ну, я думаю, давайте и мы, может быть, скажем, вот как вы встречаете праздник, с какими, может быть, результатами, с какими данными, с какими надеждами, в конце концов, с какими устремлениями. — Вы знаете, хотелось бы сказать, что годы платворной работы с момента создания специальной службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, перед которой руководством страны изначально ставили задачи остановить наркоагрессию, выстроить и реализовать новую стратегию борьбы с наркопреступностью, а также реализовать новую государственную антиаркотическую политику. Эти задачи на сегодняшнем этапе во многом решены. Предстоит еще очень много работы, но основные задачи, они решаются, и можно сказать, это с уверенностью достаточно успешно. Вместе с тем, необходимо сказать, что на сегодняшнем этапе наркопреступность и борьба с наркопреступностью является крайне сложной, ответственной и опасной задачей. Вы, наверное, знаете, буквально на днях погиб наш сотрудник в ходе задержания преступников. Давайте напомним, как это было, чтобы наши зрители еще вспомнили. Это дело было в Рыбновском районе, насколько я помню. Да, мероприятие проходило в Рыбновском районе при задержании преступников, которые намеревались сбыть крупную партию наркотиков. И в ходе их задержания преступники не остановились, несмотря на то, что сотрудники правоохранительных органов заблокировали их автомобиль, представились, дали команду выйти из машин. Они не остановились и, двигаясь на автомобиле, сбили нашего сотрудника, который получил тяжелую травму и в результате скончался. По-моему, они сами тоже были под воздействием наркотиков. Да, впоследствии медицинские сети показало, что они были не только в состоянии наркотического опьянения, но и, как говорится, у них был целый букет наркотиков, которые они употребили. То есть, несколько видов наркотических средств. При них также были изъяты наркотические средства различных групп и видов. В настоящее время, по данному факту, проводится проверка органов Следственного комитета. И практически в канун праздника. Вот что очень-очень горько, да, практически в канун праздника. Ну, вы знаете, наших людей, нас не так много, и потеря каждого сотрудника – это огромная беда и огромная потеря. Может быть, даже не столь важно, накануне праздника или нет, но это лишний раз подчеркивает, что работа по борьбе с наркопреступностью, она, помимо того, что ответственна и серьезна, она еще и крайне опасна. Ну, разумеется, семью вы не оставите, потому что я знаю вашего офицера, майор, по-моему, да? Да, это майор, возрастом 30 лет, у него остались двое малолетних детей. Да, жена, двое детей. Получат они поддержку от вас, по-моему, по правительству даже обещало поддержку. На сегодняшний день, буквально сегодня, решается вопрос о награждении этого сотрудника государственной наградой в Москве. Решается вопрос об оказании ему помощи силами правительства Рязанской области. Лично губернатор Рязанской области, конечно, и сотрудники наркоконтроля оказывают всяческую поддержку этому сотруднику, как разовую, так и на последующей системной основе. Ну, хорошо, павшим, как говорится, память. Ну, а мы давайте с вами продолжим о том, какие у вас задачи на 2014 год. Ну, наверное, стратегическая задача у вас всегда одна, определенная еще в момент создания служб бороться с незаконным оборотом наркотиков. Но вот в этом году, может быть, какие-то приоритеты у вас уже определены? Вы знаете, наркобизнес постоянно находится в развитии, он не стоит на месте. И вот сегодняшняя ситуация и ситуация развития российского общества, в том числе, она влияет и на изменения в борьбе с наркопреступностью. На сегодняшний день наркобизнес крайне изощренно выстраивает преступные схемы, постоянно совершенствует методы конспирации. Поэтому и в отношении сотрудников наркоконтроля повышаются требования. Во-первых, это высочайший профессионализм, это ответственность, это, в конце концов, наличие мужества, которое необходимо проявлять при задержании преступников, и работая по получению оперативно значимой информации и в ходе ее дальнейшей реализации. Это далеко не все качества, но вот эти качества, они необходимы. Если говорить о задачах на 2014-е последующие годы, то задачи следующие. Первое, это противодействие организованной наркопреступности, это подрыв экономических основ наркобизнеса, это пресечение фактов контрабада наркотиков, каналы которых проходят и через Рязанскую область. Только в прошлом году мы их ликвидировали 11 единиц таких каналов. И кроме вот этих задач, которые являются направлением таким правоохранительным, есть еще и задачи профилактические. Это, в первую очередь, ведение активной пропагандистской работы среди молодежи, среди подростков, в первую очередь, среди вот такой подрастающей части населения, направленных на формирование антиаркотического мировоззрения и поддержание здорового образа жизни. Вот, если говорить об основных задачах, то это вот такие. Да, вот, мы говорили с вами о развитии еще волонтерского движения, как раз вот направлено на работу, наверное, главным образом среди молодежи. Совершенно верно. Непосредственно работая с молодежью, в том числе развивая волонтерское движение, Мы работаем превентивно, мы предупреждаем возможное возникновение и совершение противоправных деяний, в том числе и работаем на пресечение, вовлечение нашей молодежи и подростков в процесс употребления наркотиков и немедицинское употребление наркотических средств. Ну, во всяком случае, делаем все возможное для этого, что от нас зависит. Да, ну вот я так понимаю, что образно, очень образно говоря, скучать в вашей службе не приходится, потому что кроме наркотиков уже, как говорится, понятных и печально известных, таких как тяжелые наркотики, у нас то и дело, то там, то есть здесь всплеск продажи курительных смесей, спайсов всевозможных, как их называют, вот так вот, тоже очень-очень неприятная такая вот штука. По этому поводу могу сказать следующее. В последние два года продажи курительных миксов, спайсов, синтетических, полусинтетических сметей, различного рода дизайнерских наркотиков, вот эта тема стала настоящей бедой нашей области и многих других регионов России. На смену так называемой дезаморфинной наркомании пришла наркомания синтетическая. Характерный пример. Буквально накануне нашего праздника сотрудники наркоконтроля, проводя уже заключительную такую активную фазу по разработке преступной группы, которая занималась сбытом курительных миксов на территории города Рязани и области, задержали самых активных участников этой преступной группы в составе семи человек. — Семи человек. — Банда целых. — Да, можно сказать и… — Ну, может, вам нельзя с юридической точки зрения. — Да, с юридической точки зрения, можно сказать, что это преступная группа. — Группа, да. — Так вот, что при задержании этой преступной группы поразило больше всего? В основном она состояла из молодежи. Это были лица от 17 до 21 года. — Вообще молодежь. То есть никто из них не работал. Самому младшему было 17 лет, самому старшему 21 год. — Лидером этой преступной группы, организатором ее был 20-летний юноша, житель города Рязани, который сам наркотики не употреблял, вел здоровый образ жизни достаточно, ну вот тем самым, продавая наркотики, зарабатывал себе на жизнь. Надо сказать, что жил достаточно преуспевающе на этом. Примечательный тот факт, что когда сотрудники наркоконтроля проводили в его квартире, где он проживал, обыск, в течение трех часов, к нему за покупкой наркотиков пришли 8 человек, 8 клиентов. — Можете представить, на какую ногу он работал, как широко. Причем вот эти молодые люди, которые входили в состав преступной группы, они проживали в разных районах города Рязани. Это и Московский, и Дашково-Песочник, и ряд других районов. Кроме того, в ходе разработки и проведения дальнейших проверочных мероприятий было установлено, что двое из приятелей, организаторов преступной группы, которые снимали вместе жилой дом в районе города Рязани, были женаты. Так вот, их жены, одна из которых была беременна, а вторая кормящей матерью, тоже увлеклись употреблением наркотиков. И несмотря на эти факторы, что одна уже практически будущая мать, а вторая уже состоявшаяся мать, они сами употребляли наркотики. Кроме того, была получена информация, которая сейчас проверяется, о том, что члены этой преступной группы были причастны к распространению сбыту наркотиков в школах города Рязани. В различных школах и в одном из колледжей города Рязани. Поэтому могу сказать, что это крайне опасная преступная группа, которая, пытаясь зарабатывать себе на жизнь и жить преиспевающе, к сожалению, они уносили жизни многих рязанцев. Да, вот эта вот дрянь, она и вокруг себя сеет тоже смерть, разрушение, гибель. Надо же, вот, жены, дети. Даже в своих семьях, понимаете, даже в своих семьях они вот не пресекли тот факт, что их жены употребляли наркотики, будучи уже матерью. Ну, хорошо, вам, естественно, еще раз, как я говорил, успехов и дальнейшего развития службы. И если у вас есть желание, то вы можете поздравить сейчас всех своих сотрудников. Да, обязательно. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех сотрудников наркоконтроля с профессиональным праздником, днем работника органов наркоконтроля. Пожелать им профессиональных успехов, оперативной удачи. Пожелать здоровья им и всем их близким, а также счастья и благополучия. Спасибо вам большое, как говорится, и вам того же лично. Мы желаем, всегда ждем в нашей студии и будем вместе как-то с этим злом бороться. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город. Подробности». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова